После того, как я закончил юридический факультет, мы с моей женой Марсией решили присоединиться к юридической фирме, специализирующейся на судебной праве. Начав стажировку, я уделял много времени подготовке свидетелей к выступлениям на суде. Я быстро узнал, что факты устанавливаются в зале суда, когда свидетели под присягой свидетельствуют о правдивости того, что видели и слышали. Когда свидетели выступают, их слова записываются и сохраняются. Важное значение надежных свидетелей всегда стояло на первом месте моей подготовки. Мне не понадобилось много времени, чтобы осознать, что термины, что я использую каждый день как юрист, это те же самые термины, что я использую в своих разговорах на евангельские темы. «Свидетельство» — это термин, который мы используем, когда делимся своим знанием и чувствами об истинности Евангелия Иисуса Христа. Когда я был поддержан в качестве нового регионального 70-го, то открыл Священное Писание, чтобы узнать свои обязанности, и прочитал учение Изоветы 107.25, где сказано, «Семьдесят также призваны быть особыми свидетелями перед инверцами и по всему миру». Как вы можете себе представить, мое внимание привлекли слова «особые свидетели». Мне стало ясно, что на мне лежит ответственность переносить свидетельство об имени Иисуса Христа, где бы в мире я ни оказался. В Священных Писаниях есть множество примеров очевидцев и свидетелей того, что они видели и слышали. В начале своей летописи древний пророк Мормон пишет «И ныне я, Мормон, составляю летопись того, что я видел и слышал, и называю ее книгой Мормона». Апостолы Спасителя Петр и Иоанн исцелили мужчину во имя Иисуса Христа из Назарета. Когда им было велено не говорить от имени Иисуса, они ответили «Судите, справедливо ли перед Богом? слушать вас более, чем Бога?» Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Другое убедительное свидетельство исходит от святых из книги Мормона, которые рассказывали о явлении Спасителя Иисуса Христа. Послушайте это описание их свидетельства. И таким образом они свидетельствуют. Никогда еще не видел глаз и не слышало уха, столь великого и чудесного, как мы видели и слышали. Что Иисус говорил Отцу. Братья и сестры, сегодня я провозглашаю свое свидетельство и создаю летопись того, что я видел и слышал во время моего священного служения в качестве 70-го Господа Иисуса Христа. Делая это, я свидетельствую вам о любящем Небесном Отце, Его благожелательном Сыне Иисусе Христе, который страдал, умер и воскрес, чтобы предложить вечную жизнь детям Бога. Я свидетельствую о чудесном деле и диве, и о том, что Господь простер Свою руку снова, чтобы восстановить Свою Евангелие на земле через Своих живущих пророков и апостолов. Я свидетельствую о том, что на основании того, что я видел и слышал, нет лучшего времени быть членом Церкви Иисуса Христа с тех последних дней, чем сегодня. Я знаю, это мое собственное знание, независимо от какого-либо другого источника. Знание основано на том, что я видел и слышал. Во время моего последнего года в школе, чтобы успешно закончить семинарию, мне нужно было знать все 15 храмов Церкви. Фотография каждого храма висела в нашем классе, и мне нужно было знать, где какой храм находится. Теперь, спустя годы, при наличии 335 действующих и объявленных храмов к строительству, знать каждое из них было бы невыполнимой задачей. Многие из этих домов Господа я лично видел и свидетельствую о том, что Господь предлагает Свои благословения и таинства все большему числу Своих детей по всему миру. Мои друзья FamilySearch рассказали мне, что ежедневно добавляют в систему более миллиона новых имен. Если вы не нашли своего предка вчера, предлагаю вам снова поискать его всезавтра. Когда дело доходит до собирания Израиля, по другую сторону завесы нет лучшего времени, чтобы быть членом Церкви Иисуса Христа в святых последних дней, чем сегодня. Когда мы воспитывали своих детей в Твин Фоллс, штат Айдахо, США, мое видение в Всемирной Церкви было ограниченным. Когда меня призвали в качестве представителя высшей власти Церкви, нам с Марсией поручили служить в Тихоокеанском регионе, где мы никогда до этого не были. Мы были рады найти колия от севера до юга Новой Зеландии, а также храм, посвященный в 1958 году. Он был одним из тех 15, что мне нужно было выучить в семинарии. Мы нашли храмы в каждом крупном городе Австралии, а также колия по всему континенту. У нас были поручения на Самоа, где насчитывается 25 колев, и на Тонго, где почти половина населения является членами Церкви. У нас было поручение на острове Кирибати, где мы обнаружили два кола. У нас были поручения, связанные с посещением колев в Эбае на Маршаловых островах и в Дару, в Папуановой Агвинеи. А служив на островах Тихого океана, мы получили поручение служить на Филиппинах. К моему удивлению, Церковь Иисуса Христа на Филиппинах выросла за пределы всего, что я могу себе представить. Сейчас там 125 колев, 23 миссии и 13 объявленных строительству храмов. Я видел Церковь, состоящую более чем из 850 тысяч прихожан. Как же я упустил организацию Церкви по всему миру? Проведя три года на Филиппинах, я был направлен в департамент миссионерской работы. Мое поручение позволило нам побывать в миссиях по всему миру. Мое видение Всемирной Церкви Спасителя расширилось в геометрической прогрессии. Нам с Марсией было поручено навестить миссионеров в Азии. Мы обнаружили прекрасный центр кола в Сингапуре, который посещают удивительные верные прихожане. Мы навестили прихожан и миссионеров в Доме собраний в Коту-Ки-Набалу, Малайзия. Мы встретились с миссионерами в Гонконге, посетили чудесную конференцию кола с верными преданными святыми. Все это повторялось, когда мы встречались с миссионерами и прихожанами по всей Европе, Латинской Америке, на Карибских островах и в Африке. Церковь Иисуса Христа испытывает невероятный рост в Африке. Я являюсь очевидцем непрекращающегося восстановления Евангелия Иисуса Христа и исполнения пророчества Джозефа Смита о том, что истина Божия будет шествовать вперед смело, благородно, независимо, пока не проникнет на каждый континент, не посетит каждую землю и не разнесется по каждому краю, и не прозвучит в каждом ухе. У нас 74 тысячи замечательных миссионеров, которые сейчас служат по всему миру. Трудясь вместе с прихожанами, они ежемесячно крестят более 20 тысяч человек. 18-19-летние, 20-летние юноши и девушки с помощью Господа совершают это могучее чудо-собирание. Мы встречали этих девушек и юношек в маленькой деревушке Вануату и в больших городах, таких как Нью-Йорк, Париж, Лондон. Я видел, как они рассказывали о спасителе в отдаленных приходах на Фиджи и в более крупных собраниях, таких как Техас, Халифорния, Флорида. Вы встретите миссионеров в каждом уголке земли. Они говорят на 60 разных языках и выполняют великий наказ Спасителя в Евангелии от Матфея 28. «И так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Я уважаю миссионеров в церкви, служивших ранее и служивших сейчас и напоминаю нашему подрастающему поколению о приглашении президента Рассела М. Нельсона прийти и собирать Израиль. Сегодня я свидетельствую о том, что наблюдаю необыкновенное восстановление Евангелия Спасителя собственными глазами и слышу о Нем собственными ушами. Я свидетель работы Бога по всему миру. Нет лучшего времени быть членом церкви, чем сегодня. Возможно, самым вдохновляющим чудом восстановления, которое я наблюдал, являетесь вы, верные члены церкви в каждой стране. Вы, святые последних дней, описаны Нефием в книге Мормона, когда он видел наши дни и свидетельствовал. И было так, что я, Нефи, увидел силу Агнца Божьего, что она сошла на святых церкви Агнца и на заветный народ Господа, рассеянный по всему лицу земли. И он был вооружен праведностью и силой Божьей в великой славе. Я свидетельствую, что видел собственными глазами то, о чем сказал Нефий. Вас, святых, заветных святых в каждой стране, вооруженных праведностью и силой Божьей. Когда я стоял за кафедрой перед одним из таких великих народов мира, Господь вложил в мой разум то, чему учил царь Вениамин в Мося, 2 глава, в книге Мормона, Брент. Я желал бы, чтобы вы подумали о благословенном и счастливом состоянии тех, кто соблюдают заповеди Божии, ибо вот они благословлены во всем, и мирском, и духовном. Я свидетельствую вам о том, что видел это собственными глазами и слышал об этом собственными ушами, встречаясь с вами, верными святыми Бога, по всей земле, соблюдающими заповеди. Вы – заветные дети Отца, вы – ученики Иисуса Христа, вы также знаете то, что знаю Я, потому что получили личное свидетельство об истинности восстановления Евангелия Иисуса Христа. «Спаситель учил ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат». Под руководством Господа и Его пророков и апостолов мы будем продолжать готовить миссионеров, заключать, соблюдать священные заветы и устанавливать Церковь Иисуса Христа по всему миру и получать благословения, приходящие, когда мы соблюдаем заповеди Бога. Мы едины, мы – дети Бога, мы знаем Его, и мы любим Его. Я присоединяюсь ко всем вам, друзья мои, в едином свидетельстве о том, что все это истина. Мы составляем летопись о том, что видели и слышали. Мы с вами свидетели, которые свидетельствуют. Именно силой этого единого свидетельства мы продолжаем продвигаться вперед с верой в Господа Иисуса Христа и Его Евангелие. Я провозглашаю свое свидетельство о том, что Иисус Христос жив. Он наш Спаситель и Искупитель во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Продолжение следует...